Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Только лосы от протокола не защитят. Почему сочинцы защищают природу наполовину, выясняли на городском экологическом совете. Сочи Горгаз предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Авантюристы заставляют людей срочно установить в квартире счетчик. Шива не нашелся. За тигренка сбежавшего от дрессировщиков Багдасаровых объявили награду. В Сочи отметили всроссийский день самбо. Открытое первенство города приурочили к 78-летию этого вида спорта. Детское питание будут производить в Тимошевском районе. Новый завод построят рядом с известным молочным комбинатом в городе. Строительную площадку под предприятие накануне посетил Вениамин Кондратьев. С подробностями наши краснодарские коллеги. В цехах комбината непривычно безлюдно. Перерабатывают молоко, разливают его и фасуют вот такие машины. Весь процесс здесь полностью автоматизирован. Сотрудникам завода остается лишь запустить конвейер и проконтролировать производство. Система даже сама отыщет бракованную продукцию и снимет с линии. Если продукция не укупорена, он отбраковывает эту бутылку. Если она не закручена или что-то наблюдается, брак закручивает, а также его отбракует. Техника, она беспринципна и она дает, скажем так, объективный результат всегда. Однако за качеством следит не только новейшее оборудование. На каждом этапе производства продукцию проверяют специалисты в лаборатории. Туда в первую очередь отправился сегодня Вениамин Кондратьев. Главу региона там заверили, что используют на комбинате кубанское молоко. А это значит только качественное сырье. Поставляют его на завод более 30 фермерских хозяйств края. Вы правильно делаете, что вы проверяете сегодня качество молока. А если вы хотите рассмотреть, как вариант, если вам проплачивать заранее поставщикам сельхозпродукции за поставляемое молоко. Наша компания в качестве авансовых платежей более 2 миллиардов рублей в год расходует по авансовым платежам. Вы работаете купить по авансовому платежу, заранее проплачивая поставщикам? Естественно, это только касается проверенных поставщиков, которые имеют уже успешную историю с нами взаимодействия. Сегодня сельхозтоваропроизводители должны поддержать вас, как переработчиков своим молоком, качеством своего молока. Ну а вы должны поддержать наших сельхозтоваропроизводителей авансовым платежом. В сутки на заводе перерабатывают почти 500 тонн молока. Отсюда на полки магазинов отправляют и кефир, и ряженку, и йогурт. Всего около 100 наименований. Среди них и самые известные в стране бренды. На достигнутом останавливаться не собираются и намерены увеличить мощность производства. Рядом с действующим заводом планируют построить еще один. Это уже будет комбинат детского питания. На первом этапе на новом предприятии планируют установить линии по изготовлению детского творога и йогурта разных торговых марок. С открытием производства компания нарастит и объем из закупок молока в крае. По словам инвестора, Кубань для бизнеса сегодня самый перспективный регион. И дело не только в удобной логистике и качественном сырье. Все наши заводы здесь у нас очень высокий уровень кадров. И много из них мы тоже экспортируем. И у нас они работают сейчас по всей стране. Вот это очень большой плюс. Один из самых лучших комбинатов – Тимошевский молочный комбинат. Кто везет, тому везет. Вы максимально сегодня везете. Поэтому мы готовы помогать тем, кто делает сегодня дело. Поверьте, сегодня можно смазаться на экономические проблемы, на трудности, на отсутствие кредитов. Это кто не хочет это делать. А тот, кто даже в рамках сегодняшнего дня открывает новые производства. В этом случае, конечно, удача любит смелых. Удача любит смелых. Я надеюсь, по этому все у вас получится. Спасибо большое. Намерение воплотить этот проект в жизнь губернатор края и президент компании скрепили подписями для региона. Он в числе приоритетных. По мнению Вениамина Кондратьева, его реализация даст новый импульс для развития молочного производства. Поэтому еще при подготовке проекта краевые власти оказывали всяческую поддержку. Предприятие на всех этапах получает сопровождение департамента инвестиций. Сегодня мы готовы поддержать всесторонне любого инвестора, который заходит с переработкой. Завод, который 100 тонн в сутки будет закупаться молоко у сегодня нашего сельского хозяйства. А в целом это около 600 тонн в сутки. То, конечно, молочное заварное производство на Кубани тоже будет расширяться, расти. Вот тут это очень важно, чтобы мы не просто были сырьевыми, что я не раз говорил, а мы стали переработчиками, одним из самых крупнейших, а может быть самым крупным регионом, который может собственную сельхозпродукцию переработать. Не продавая ее, не отдавая в виде довальческого сырья, никаким иным переработчикам. Завершить первый этап строительства нового завода планируют уже через два года. По планам инвестора детское питание из Тимошевского района будут поставлять не только в магазины края, но и по всей России. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань, 24, Тимошевский район. Вылеты в бронзе, бюст из хака Машбаша установили в Успенском районе. На открытие в аул Урупский приехали не только руководители Краснодарского края и Республики Адыгей, но и сам писатель. Творчество Машбаша широко известно за пределами нашей страны. Его книги перевели даже на арабский язык. Как отметил Вениамин Кондратьев, все произведения Машбаша посвящены укреплению дружбы между братскими народами. Из хака Машбаша издал около 60 книг. Некоторые произведения сегодня даже включены в школьную программу Адыгеи. Есть романы и стихи писателя и в библиотеках Кубани. Массовая зачистка поголовья свиней, борьба с оборотнями в белых халатах, выборы газовых управленцев и строгий выговор управленцам сельским. Об этом и не только говорили на еженедельной планерке главы Сочи. Сочи перешел на зимнее время. С этого объявления начало очередное совещание Анатолий Пахомов. Ростехнадзор выдал городу паспорт готовности к отопительному сезону. Между тем, отметил глава курорта, осталась нерешенная проблема, связанная с управлением газовым хозяйством. Из 500, 109 домов так и не определились с организацией, которая будет заниматься этой работой. Примите все меры, чтобы у нас за каждый дом отвечала организация, которая имеет лицензию на обслуживание газов. Такое поручение дал Анатолий Пахомов своему заместителю Юрию Поломарчуку и главам районов на выполнение 7 дней. Промедлений быть не должно, ведь речь идет о безопасности горожан. Также на особом контроле семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Их количество увеличивается вместе с ростом населения города. Либо они сняли дачи, либо вагончики. Объяснять этим людям трудно, что они несут полную ответственность за своих детей. И мы вынуждены взять это под контроль и принять меры, чтобы никаких несчастных случаев не было. Принято решение создать комиссии. Их задача – проверить, в каких условиях живут неблагополучные семьи. В центре внимания городских властей также находятся аптеки, которые свободно отпускают препараты с содержанием наркотических веществ. Таких выявлено 16. Они должны быть на контроле, причем на круглосуточном, заявил глава курорта. Есть и другие средства борьбы с оборотнями в белых халатах. Мы хотим сделать митинг, выставить, выгнать их из города. Тем временем в городе готовится к открытию социальный центр, который в том числе будет выполнять функцию вытрезвителя. На эти цели выделено 7,5 миллионов рублей. Следующая тема совещания – высокие цены на товары первой необходимости. Заламывают их в Сочи сетевики. В Краснодаре цены значительно ниже. Далее чиновники обсудили подготовку сельских округов ко дню города. Проверен ход выполнения мероприятий, пророченных по разному дня города, сельским округам. Из 12 сельских округов было проверено 9. Готовность сельских округов к предстоящему празднику оценивалась по целому ряду критерий. В степень газификации, обустройства дорог и детских площадок, санитарное состояние улиц. Положительные отклики получили не все, а некоторые и вовсе заслужили взыскание. Так главы Кудепстинского и Лыготского сельского округов получили строгий выговор. Ну и последняя тема совещания – мониторинг поголовья свиней. На прошлой неделе на территории национального парка были обнаружены умершие от африканской чумы свиньи. Все меры приняты, был сделан дисбарьер, огородили место, где остался зольный остаток, были сожжены эти животные. Прокуратура и ветеринарная служба все это проверили. Угрозы нет. Более того, через несколько дней будут сняты все ограничения с национального парка, где и были обнаружены трупы животных. А вообще, чтобы не допустить всякого рода эпидемии, вот уже 8 лет в городе проводится активная работа. Сейчас идет массовая зачистка поголовья свиней. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ». Сегодня состоялось заседание общественного экологического совета. Его провел глава города Анатолий Пахомов. Мэр отметил, что необходимо поднимать экологическую культуру жителей Сочи. Какие приняты решения, расскажет Елена Всецина. Сегодня члены общественного экологического совета обсуждали строительство и ремонт централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Эта программа рассчитана до 2032 года. В городе будет продолжено обследование на наличие локальных очистных сооружений. Уже становится правилом. В домах они установлены, а договора на их обслуживание нет. А это значит, что слив в вод производится как прежде. Наши до такой степени с низкой культурой экологической жители, что они лосы ставят, видимость показывают, а их не обслуживают. И трубы выбрасывают все равно. Для того, чтобы придет комиссия, видимость создает, что лос есть. А когда спросишь, дай договор на обслуживание, его нет. Здесь потребовал глава города необходим тщательный контроль и наказание, в том числе и в виде общественного порицания. Сочинцы должны знать те, кто не заботится о том, чтобы летом море было самым чистым. Та же самая ситуация с содержанием домашних животных. На словах все их любят, а вот ухаживать за ними не хотят. В итоге страдают газоны. Претензии и к тем, кто не держит домашний скот в загонах. В Краснодарском крае вступил в силу новый закон, правила содержания домашних животных. И согласно этого закона все животные должны быть идентифицированы. У меня в руках паспорт, который вручается всем владельцам животных. Регистрация происходит, осуществляется в государственных ветеринарных клиниках. И всем животным вставляется в левую лопатку вот такой микрочип. И теперь не только на бумажном носителе, но и в электронном виде все животные будут идентифицированы. Говорили также о том, чтобы внести дополнение в муниципальную программу благоустройства территории Сочи. Необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений и создание реестра растений, в том числе постоянного фитосанитарного мониторинга за состоянием зеленого наряда курорта. Длина Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи Горгаз предупреждает жителей об участившихся случаях мошенничества. Авантюристы представляются специалистами газоэксплуатирующей компании и заставляют людей срочно установить в квартире прибор учета. Таких инцидентов на курорте произошло уже несколько, и по ним сейчас ведут следствие правоохранительные органы. Что нужно знать, чтобы не попасться на уловки мошенников в материале Татьяны Говорковой. Услышав эти слова, многие жители, не задумываясь, открывают не только двери подъезда, но и своей квартиры. Так несколько дней назад поступила и Вероника Романенко. Если на этот раз это был действительно специалист эксплуатирующей организации, одетый в форму и показавший свое удостоверение, то тогда, говорит хозяйка, оказалась мошенница, представившаяся сотрудницей газовой службы. Показала удостоверение, что на газ юга учет, они ставят счетчики. У нас горгаз, но газ юга учет, не знаю, может они занимаются счетчиками, я как бы в это не вникала, не знаю. Но она все объяснила, все показала, все рассказала. Говорит, если хотите поставить, то сейчас наши ребята подойдут, освободятся от следующих жильцов и вам сразу поставят. Вот, пришли ребята, все поставили, все заполнили, вот, всякие эти, вот, как договор, не договор, ну, в общем, то есть, как бы все идет вроде правильно. Но, как оказалось, устанавливать счетчик сотрудники краснодарской компании «Юггазучет» не имели права, ведь этим занимается только та специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В данном случае это «Горгаз». Кроме того, говорит Вероника Романенко, эту услугу ей навязали, пригрозив тем, что если не установить прибор учета, то в соответствии с законом будут применены санкции. Вот женщина и согласилась на услугу, отдав за нее больше 5000 рублей. На самом же деле устанавливать счетчик в квартире рекомендуется, но абонент, у которого из газового оборудования есть только плита, вправе отказаться от прибора учета. Чтобы не попасть на уловки мошенников, представители «Горгаза» просят своих абонентов быть внимательными. При проведении плановых работ на подъездах домов за три дня управляющие компании вывешивают объявления о проведении данных работ. Если у вас возникли сомнения в полномочиях сотрудников, позвоните по указанным телефонам в «Сочи Горгаз» в отдел кадров и узнайте полномочия сотрудников. Профилактические работы газового оборудования сотрудники «Сочи Горгаза» проводят раз в три года. Такой срок действия договора, по окончании которого нужно вновь его перезаключать. Для этого надо прийти в районные службы и оставить заявку. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону 296 08 04, добавочный 113. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В эти выходные Сочи начнет отмечать День города. 19 ноября состоится парад районных казачьих обществ от Театральной площади по улицам Театральная, курортный проспект по Яркани, Себрская до площади Южного мола. В связи с этим с 9 до 11 часов по маршруту будет приостановлено движение транспорта. Но поздравлять любимый город сочинцы, а точнее сочинки, начали уже сегодня. Ожидающие малышей женщины, как выяснилось, больше всего желают курорту спокойной и радостной жизни. Говорить о том, что сказка наш город, может быть и банально, но на самом деле это так. И у меня такое ощущение и впечатление внутреннее, духовное, душевное, что в этом городе и не могут плохие люди жить. Вот они солнечные, вот они какие-то искристые, они задористые, они энергичные. И что меня очень радует, вот они теплые, вот такие же теплые, как наш город Сочи. В Сочи я живу 13 лет, приехала сюда случайно, но ни капельки не жалею, потому что сразу приехала, родила первого ребенка, второго, сейчас иду за третьим. Для детей это самый, мне кажется, замечательный климат, самое замечательное место, где можно жить, где можно дышать, где можно вообще развлекаться и отдыхать. Ну и все остальное, учеба тоже, конечно, имеет место быть, но природа и климат это самое главное, мне кажется, для здоровья. Самое любимое место – это Олимпийский парк. Конечно, впечатляют эти сооружения, они настолько величественные и многообразные, что я рекомендую всем посетить. Вы останетесь в восторге. Ну а также я рекомендую посетить Сочинский роддом. Здесь вам тоже понравится, здесь прекрасный персонал, просто так душевно. Ну, к сожалению, на День города у меня вряд ли получится пойти, потому что у меня вот со дня на день я должна родить нашего первенца. Но я бы хотела пожелать всем жителям города Сочи самое главное – здоровья и всего самого наилучшего, чтобы наш город процветал. Настроение чудесное, да, я надеюсь, мы поздравим город пополнением, да, очень надеюсь на это. Я родилась в этом городе, я люблю свой город, самый лучший город нашей страны и вообще всего мира, наверное. Кстати, именно ко дню города в субботу на Южном Малу развернется фестиваль национальных культур «Этна Сочи». Это финал ежегодного городского фестиваля. В концерте примут участие национальные творческие коллективы города, победители районных этапов фестиваля. Специальные гости – участник телепроекта «Голос» Сэм Аветисян и народный фольклорный ансамбль «Акаро» из Дагестана. На площади будут организованы шатры с кухнями народов Кавказа также. Все желающие смогут сфотографироваться на фотозонах, специально изготовленных в национальной тематике. Шива не нашелся. Напомню, 15 ноября в Сочи у дрессировщиков Багдасаровых сбежал тигренок. ЧП случилось во время прогулки. В этот день Багдасаровые были в Москве. На прогулку с тигренком вышел их ассистент, по словам которого, Шива увидел собаку и сорвался за ней. Возможно, хотел поиграть. Карабин поводка отцепился, а тигренок исчез из вида. Поиски с сотрудниками цирка начались сразу, но до сих пор безрезультатно. По словам дрессировщиков Багдасаровых, в полицию они не обращались, так как знают, что в помощи им откажут. У нас в России полиция с собаками и кошками и с другими животными не занимается. У нас нет подотдела, который будет сегодня именно, не знаю, 10 патрулей ездить по городу и искать маленького тигренка. Сотрудники УВД города подтверждают, что по закону они действительно животными не занимаются. Но в этом случае полицейские готовы оказать помощь. Необходимо заявление от дрессировщиков, но на данный момент оно не поступало. Хотя Багдасаровы обеспокоены случившимся и сегодня специально пригласили представителей СМИ, чтобы придать огласке пропажу любимого питомца. Он абсолютно не опасен, абсолютно добрый кот. Он у нас вообще, мы думаем из него делать поле ручного. Он так и есть, он очень ручной, он не кусается, он абсолютно не царапается. Вот такое доброе существо плюшевое. Дрессировщики просят жителей и гостей курорта сразу позвонить в цирк, если увидят Шиву. Нашедшему животное обещана награда 100 тысяч рублей. В Сочи отметили Всероссийский день самбо. В честь 78-летия этого национального вида спорта прошло открытое первенство города. 16 ноября – самый главный праздник для самбистов. В школах и клубах в этот день собираются спортсмены и просто любители этого вида спорта. В Сочи в этот день состоялся городской турнир, в котором приняли участие около 150 самбистов. Соревнование прошло в спортивном зале «Самбо-70» у девятой школы. Ребята в возрасте от 7 до 13 лет продемонстрировали свои навыки борьбы и получили очередные спортивные разряды. Это хорошая для молодого поколения, хорошая возможность показать себя, внести опыт. Мы будем часто проводить такие турниры для наших детей, для наших самбистов. Стоит отметить, что борьба самбо в Сочи развивается стремительно. В этом году на курорте впервые прошло первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. А в следующем году Сочи примет чемпионат мира. Кроме того, в городе активно реализуется проект «Самбо в школу». В общеобразовательных школах ведется программа по уроке самбо. Это 85, 87 и 9 общеобразовательные школы, где этот вид спорта уже введен в программу физической культуры и спорта. Мы видим такой большой бум уже прироста детей, их родителей, взрослые уже тоже подключаются к занятиям спорта. Всероссийский день самбо как раз и проводится для того, чтобы привлечь к занятиям национальным видом спорта как можно больше людей, независимо от возраста. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Танцуют все. 19 и 20 ноября в Сочи на арене «Ледяной куб» пройдут международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В субботу и воскресенье состоится чемпионат мира в дисциплине «Формейшн Микст» – мужчины и женщины первенства мира в дисциплинах «Формейшн Микст», юниоры и юниорки, а также еще целый ряд профессиональных турниров. В соревнованиях примут участие сильнейшие пары и команды со всех уголков планеты, в числе которых победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы по акробатическому рок-н-роллу. Вход в «Ледяной куб» свободный для всех желающих в субботу с 10 до 15 часов, в воскресенье с часу до 4. И завершаем программу информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши, а всего вам самого доброго и до встречи в эфире.